10 лет назад сейчас получаю 10 лет назад вопрос куда ваш ребенок пойдет учиться после школы подавляющее большинство российских родителей 8 процентов учили вуз моя мама кстати мы очень трудно жили очень тяжело как она гордилась когда я поступил вуз и второй раз слава богу она была жива когда я посему за по поступил на завод вот и когда мне вручили орден слава и тогда она сказала я свою жизнь я свою роль в жизни выполнила я дала тебе образование это надо образовать вот которая до этого была домой рождения обыкновенной деревенской украинской девушкой вот так вот вот тогда был вуз а теперь так меньше стало 48 желающих отдать детей вуз 43 каждый пятый ребенок сообщил что нет каждый пятый сообщил что ребенок намерен поступать средний техник профессиональный учебный заведение да дело в том что я так скажу это горько я сам закончил вуз 90 процентов данных которые мне давали они были не нужны вообще вы представляете в институте преподавали атеизм забивая мне мозги этой дурью понимаете для меня атеизм это дурь самое натуральное а еще обществоведение ужас я вообще начал вспоминать отдельные моменты вы бы смеялись бы потому что не каждый же представлял что такое это самая высшая технический вуз который выпускает металлургов святых металлов и какую дурь нам доставляли учить а теперь стало еще страшнее но кое-что мы увидим ниже успеем сегодня не успеем вот давайте пойдем так меня впереди умнейшее письмо я так когда такие письма получаю привет марина васильна когда такие письма получаю у меня праздник на душе но мы все это должны знать почему потому что мы сами наши дети мы можем сразу заниматься селекции ей посади первое же дерево объясняю и так это скучно я себя начал объяснять что есть почки ростовые из них получается скелет дерева или отдельные ветки которые опять же делятся на ветки на ветки на ветки есть почки мы их называем плодовые иногда цветочками называем и они должны нам дать плоды есть почки смешанный тип например при одних условиях она может прости как дерево при других условиях и это используют то садисты то нетерпеливые люди а сейчас ветку обрежу переведу на плодоношение действительно так происходит правда чаще погибает потому что то времени на плодоношение перевод не хватает за короткое российское лето об этом никто не знает но в принципе получается якобы есть почки не якобы а ну то есть так ростовые они четко видно на дереве там нет ни одной плодовой а она взялась зацвело видите ничего страшного вот обычно отцветают и не завязываются у меня завязывалось не больше чем один из тысячи вот и дало мне определенное направление плане селекции а теперь смотрите вот это видите если у меня а и три чаще случаи еще один из тысяч один из десяти тысяч чаще не бывает чего и обрывать надо да не обрывайте сами творится ведь я дал практически совет любому из вас не обрывайте никогда и вот здесь получается ростовой почки которая оказывается комбинированная обычно не выходит за пределы цветения и до этом баста отвалилась и забыли когда она дошло до плодоношения а еще несколько у меня на тысячи вот тогда у меня пришла вот та самая мысль что если здесь куски есть есть половые клетки были были ура значит вот ветка ветки рознь почка почка рознь и с помощью а мы это проходили можно определить сейчас я не буду этого делать как течение двух-трех лет выявить самый морозостойкой почки на дереве ну пожертвовать деревом и вывести следующем поколении уже более морозостойка на несколько градусов я это называл селекционным клонированием проходили в московский ученый ярославцев крупнейшей газете сделал это редчайший случай сделал то что на лицензию похвалил меня какое это самое похлопал по плечу и сказал это все не ерунда но это все наши ошибочно вот все что вы видите это ошибка а я еще раз говорю ростовая есть ростовая а в ней оказался плодовая клетки даже не почки клетки клетки вот это я рассказал просто раз теперь внимание появляется вариант наоборот какое огромное спасибо я говорю чеку который вот смотрите развивается у тебя будет все лет и все совсем помните разговор на прошлом так вот эту фотографию показывал когда поросли рост пошло через цветок это вообще для меня редчайший случай да почка комбинированная не отрицаю это уже прошло время смотрите вот здесь вот я же вижу что это плодушка вот это вот это плодушка какой яркий хороший снимок что будет дальше а плодушка вместо плода дала смотрите что росток дала интересно мне да я и не знаю как это сам уже бы рядом коньяком бы напоил итак будем разбираться глубже я в том что я знаком с мариной васильная она мне что-то выписывала она мне дала много советов по здоровью вот она умница она молодец живет в хабаровском край или в хабаровске вот уникальнейшая женщина грамотная и так вот она мне пишет плодовая почка смешанного типа кроме репродуктивных ну то есть цветочек назовем несут зачастки витокнинг то есть этих вот это как раз то что я вам рассказал кстати никаких открытий у меня бывало из 40 половина таких то есть это не какая диковинка а это есть диковинка является вот это вот это вот то что наоборот и вот значит смотрите что получается здесь идет ее расшифровка формирование т т т т прохладное ослабляет замедляет вызывает в общем так и что получается вот ее вывод это подтверждает ваш взгляд на почки но выяснилось уже до вас так вот на счет выяснилось до нас до меня выяснилось что это всем понятно и так ясно что если у меня таких случаях сотни на за двадцать тридцать лет сотни когда зацветают это согласен это выяснилось выводы не сделаны понимаете марина васильевна выводы не сделаны что это возможность заниматься селекцией вот спасибо вам что вы вот мне дали возможность прояснить до конца вот для крайних случаях до смешанный тип новым селекцией можно завершить дальше будет это просто любопытство редчайший случай но то что стало реальностью каждое следующее поколение нужно браться из выживших почек это должна быть специальная работа у меня она не специально почему да такие зимы страшно что по неволе получается отбираешь то что осталось а раз то что осталось по неволе получается следующий этап еще покрепче еще покрепче подруга почках есть вегетативные уже эти половые клетки почках есть половые клетки это мы можем использовать почка почки рознь вот я хотел сказать что просто так получилось что выводы хотя смешанный тип это известно вы правильно пишите но выводы сделаны не были а теперь еще наконец-то вы мне так помогли вот история сибирского садоводства выпишите вишни завез крутовский это правильно наверно завез до него еще завозили там был несколько вариантов вот кстати вот она сейчас учебное пособие а давайте по порядку ну смотрите ну все таки договорю до крутовского уже завозили еще за 50 еще еще раньше завоз еще на 50 лет раньше завезли якобы декабристы среди них тоже садоводы были еще переселенцы и столы пинские вот поэтому что-то из них выжила и не просто вышла я вам показывал гордо что наши вишни не болеют наши вишни в самой лучшем мире пусть не самая вкусная но это уже другой вопрос и к ним можно вернуть культурность это третий вопрос а пока так вот не знаю как получилось вы мне видимо чтобы подтвердить что вот кто кто еще завез кто чем занимался вы мне прислали эту историю а там было